Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы поговорим о самых дорогих ароматах. Я расскажу о самых дорогих ароматах в моей коллекции и сразу скажу, что это видео имеет развлекательный характер. Я не пытаюсь похвалиться и сказать вам, посмотрите, какие у меня дорогие флаконы. Нет, ни в коем случае. Просто для разнообразия решила снять это видео, подумала, почему бы и нет. Сегодня я расскажу о своих самых дорогих флаконах. Также мы с вами порассуждаем на тему того, стоит ли или нет тратить большие деньги на ароматы. Надеюсь, что вы в комментариях напишите свое мнение на эту тему. Это видео я снимаю при поддержке интернет-магазина Рандеву. Эти, так же как и многие другие ароматы, можно купить в интернет-магазине Рандеву по очень привлекательным ценам. Ссылочку на интернет-магазин вы найдете в инфобоксе и так же, как всегда, там вас будет ждать промокод на скидку 10%, который суммируется со всеми скидками и акциями на сайте и работает при покупке от 2,5 тысяч рублей. Ну что, если вам интересна эта тема, то оставайтесь со мной и я желаю вам приятного просмотра. Вообще, дороговизна флаконов, мне кажется, это очень относительное понятие, потому что все зависит от финансовых возможностей, что для кого-то дорого, то для другого дешево. Но в этом обзоре я постаралась собрать именно дорогие ароматы, дорогие флаконы. И обязательно напишите в комментариях, сколько стоит самый дорогой аромат в вашей коллекции и сколько вообще максимально вы готовы отдать за парфюм. То есть, как вы думаете, платить 20, 30, 50 тысяч рублей за флакон с ароматом это нормально или ненормально? Мне будет очень-очень интересно почитать ваши комментарии. Дорогих ароматов в моей коллекции, ну, наверное, не так много. Все время покупая такой парфюм, знаете, я испытываю некую тревожность и вообще я стараюсь такие ароматы приурочивать к каким-то праздникам. То есть, например, давайте начнем с ароматов бренда Killian. Стоят они недешево в флакончиках, не в рефилах. Примерно 25-30 тысяч рублей и вот этот аромат я подарила себе на день рождения. Мне кажется, конечно, более целесообразно ароматы бренда Killian покупать в рефилах, но не все хотят видеть рефилы, кто-то хочет видеть вот такие флакончики. По мне ароматы интересные, они необычные, ни на что не похожие. Всегда хвалю парфюмерию, если она имеет индивидуальность. Но в данном случае по сравнению с рефилом я не вижу какой-то, там, знаете, бешеной красоты флакона, что за флакон по сравнению с рефилом хочется доплатить 10 тысяч рублей. Если есть возможность купить пустые флаконы этих ароматов и купить рефилы, то считаю, что так правильно делать. А на Авито, кстати говоря, или на разных площадках продаются и пустые флаконы. Итак, Forbidden Games by Killian из моей коллекции. Я покупала его дешевле. Я покупала его не в Revgosh, а в интернет-магазине. Поэтому мой флакончик, купленный года три назад, стоил примерно 15 тысяч рублей. Также у меня есть от Killian и другие ароматы. Покажу в этом обзоре только несколько. Angel Share, конечно, очень красивый флакон. Стоит примерно 15-18 тысяч рублей, но это за 50 миллилитров. Это не дешево, но как бы мне хотелось видеть эти ароматы в своей коллекции. Идем с вами дальше и поговорим о бренде NOSOMATO. Вроде как это не самый дорогой флакон, потому что ароматы бренда NOSOMATO можно купить в пределах 9-15 тысяч рублей, но это 30 миллилитров. И если перевести этот объем на полноценный флакон 100 миллилитров, то получается, что бренд NOSOMATO иногда стоит дороже, чем многие другие флаконы. Но, на мой взгляд, эти ароматы стоят своих денег, потому что они очень-очень стойкие, микропшика хватает для того, чтобы этот аромат долго держался на коже, тем более на волосах и на одежде. И эти ароматы еще, ко всему прочему, очень шлифят. Мой любимый аромат BARAONDA. В моей коллекции есть и другие ароматы NOSOMATO, и я их очень люблю. В целом, знаете, наверное, самый дорогой флакон в моей коллекции стоит 35 тысяч рублей. А 50 тысяч рублей за флакон я, например, пока еще не готова дать. Я к этому не созрела. Это будет целое событие, если я на это решусь. Но мне кажется, что это дороговато. Ну и, в принципе, 35 тысяч – это тоже дорого. Недавно за эту сумму я приобрела TOM FORT E BENEFUM. Причем, знаете, приобрела я этот аромат вслепую. Просто на меня нашло какое-то озарение, что этот аромат только вышел и уже начинает пропадать с полок магазинов. А я еще с ним не познакомилась. И нет бы взять себе флакон поменьше, но я решила, что мне надо 100 миллилитров обязательно. И, в общем, я его купила. Стоил он примерно 35 тысяч рублей. Но ароматы бренда TOM FORT я люблю, я высоко ценю. И, в принципе, я не жалею о покупке этого аромата. Но да, дорого, должна признать. Если бы ароматы бренда TOM FORT стоили дешевле, это было бы просто прекрасно. Идем с вами дальше. Следующий флакон, о котором я расскажу, на мой взгляд, немного переоценен. В принципе, как и переоценены все ароматы бренда. Это HFC. Ароматы неплохие у меня в Wrap Me and Dreams, но они довольно-таки простые. То есть, если мы говорим о TOM FORT, особенно о старой линейке, о старых запусках, то это какие-то невероятные ароматы с очень красивым раскрытием. А здесь мы имеем, ну, такое что-то попсовое, можно сказать. И попсовые ароматы за, там, 20 тысяч рублей как-то не укладываются в голове. В принципе, я рада, что в моей коллекции есть один флакончик этого бренда. Но, как-то, знаете, другие покупать пока не хочется. Особенно дьявольская интрига. Она уже под 30 тысяч рублей стоит за 75 миллилитров. Кто-то пишет, что это прекрасный аромат. Он тоже ни на что не похож. Он имеет свою индивидуальность. Но я пока не готова за него заплатить. Следующий аромат, который я покажу, мне кажется, что он однозначно стоит своих денег, потому что вместе с ароматом вы получаете какую-то невероятную презентацию, которая дарит вам маленький праздник. Это Ксержофф Круздел Сур 2. Я снимала на своем канале распаковку, обзор на этот аромат. И показывала, как красиво это презентовано. То есть, помимо аромата, красивого, между прочим, аромата, который мне очень нравится, это, знаете, такие нишевые тропики, очень красивые, очень дорогие по звучанию. Так вот, помимо аромата мы также получаем красивую коробку. Там, знаете, коробка, внутри еще коробка, внутри еще коробка. Этот флакончик лежит на пьедестале. И также вместе с флаконом мне пришел кусочек метеорита. Вы знаете, ну, просто как-то ценности для меня это особо и не составляет. Но это так красиво, что ты держишь в руках кусочек метеорита, что он пришел к тебе с флаконом. Просто действительно какой-то праздник для души получаешь вместе с этим флаконом. И огромное спасибо бренду Ксержофф за то, что они так красиво все это делают. Идем с вами дальше. Следующие два аромата, о которых я вам расскажу. Это ароматы от бренда The House of Oud. Но здесь эти флаконы, мне кажется, стоят того, по крайней мере, из-за того, что они так необычные и красиво выглядят. Но и ароматы сами по себе тоже необычные, тоже красивые, индивидуальные, имеющие свой характер и лицо. Плюс ко всему эти ароматы еще и очень стойкие и шлейфовые. 75 мл, примерно 15-20 тысяч рублей, но это не самые дорогие ароматы вообще. И мне кажется, что эти ароматы стоят своих денег. Идем с вами дальше. Перейдем к ароматам бренда Frederick Malt. Frederick Malt стоит очень-очень дорого. Кто-то говорит, что если вы не понимаете аромата бренда Frederick Malt, то, ну, выничтожество просто, посмотрите на себя, вы еще не доросли до вершины парф-искусства. Ну, видимо, я вот не доросла еще пока, потому что не все ароматы бренда Frederick Malt мне нравятся. Мне нравятся три. Это Lipstick Rose, это Music for Why, который я в ближайшее время собираюсь приобрести в свою коллекцию. И это портрет леди, который был в моей коллекции, но сейчас закончился. Очень дорогие ароматы, но да, они красивые. Да, мы там видим сменяемый снот, мы там видим какое-то потрясающее раскрытие. Но в целом, честно говоря, мне кажется, что дороговато. 35 тысяч рублей за флакон 100, и причем буквально на 2-3 тысячи дешевле за флакон 50 мл. Хотелось бы, чтобы это было дешевле, чтобы это было как-то более доступно. Но имеем то, что имеем. В моей коллекции вот такие тревел-версии. Тревел-версии можно купить примерно за 10 тысяч рублей. За 10, блин, миллилитров. Это тоже не дешево, но, по крайней мере, так как у меня ароматов много, мне таких тревел-версий достаточно. Ароматы бренда Amoage тоже стоят не дешево. Но здесь цена колеблется в зависимости от аромата. И в интернет-магазинах их можно купить за 100 мл от 12 до 25 тысяч рублей. У меня большая коллекция ароматов бренда Amoage. Скоро, наверное, сниму отдельное видео про эти ароматы на своем канале. Расскажу о них подробнее. Мне очень нравятся эти ароматы, мне очень нравятся флаконы. И мне кажется, что они стоят своих денег. Потому что они яркие, они красивые. Опять же, они стойкие, шлейфовые. Во-вторых, знаете, вот это тоже какая-то презентация. Особенно, если берешь не тестерный флакон, а полноценные магнитные крышечки. Все прям замечательно, все красиво. Но и опять же, мы имеем объем 100 мл, а это немало. Буду рада, если по каждому аромату в комментариях вы напишите свое мнение. Стоит ли он своих денег? И последнее, о чем мы с вами поговорим, это бренд Initeo в моей коллекции. Пока один флакон, это Initeo Rehab. Я присматриваюсь к другим. Да, опять же, дороговато. Но в целом, ароматы, правда, очень интересные. К ним тянется рука, их хочется узнавать, познавать. И, наверное, в принципе, они стоят своих денег. Тем более, на рандеву эти ароматы можно купить до 20 тысяч рублей. А это уже уравнивает их с другими ароматами. И в целом, они даже стоят дешевле, чем многие другие, о которых мы сегодня с вами говорили. Ну что ж, на этом все. Повторюсь, это видео имело развлекательный характер. Просто с вами хотела порассуждать о дорогих флаконах. Рассказать о дорогих флакончиках в моей коллекции. В конце хочу сказать, что, конечно, очень бы хотелось, чтобы парфюм стоил дешевле. Порой некоторые флаконы стоят очень-очень дорого. И на них приходится копить, откладывать. Но наша жизнь парфюмоньяков, скажем так, она непроста. Нам постоянно нужно знакомиться с какими-то новыми ароматами. Надеюсь, что вы меня понимаете. Напишите свое мнение в комментариях, стоят ли такие деньги платить за ароматы или нет. В конце я хочу пригласить вас в три моих сообщества. Это мой личный телеграм-канал, моя парфюмерная барахолка и моя группа распива. Ссылочки вы найдете в инфобоксе и в первом закрепленном комментарии к этому видео. Я буду очень-очень рада вас там видеть. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем отличного настроения и всем пока-пока!